МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что же это за фестиваль МОСТ? Как вы правильно сказали, это фестиваль новых театральных форм. То есть это прежде всего театральный фестиваль. Это фестиваль, где объединятся московские коллективы и севастопольские, ну и один симферопольский. То есть крымские и столичные коллективы. Не только театральные, но и музыкальные, и детские. Вот, собственно, поеду вкратце. А почему именно такое название МОСТ? МОСТ? МОСТ, потому что у нас это культурная связь, это мост дружбы, общения, обмена опытом. То есть мы встречаемся на мосту, и у нас происходит вот эта культурная встреча, где мы показываем уже готовые работы, спектакли, концерты. И у нас будет творческая лаборатория театральная, где будут проходить мастер-классы, где будут люди, которые хотят получить актуальную информацию из мира искусства и современного театрального искусства, будут получать эту информацию на мастер-классах и также на практической работе. Это полная карта, что мы не встречаемся на мосту, а и устроим. То есть мы налаживаем связи, мы хотим какой-то вот наш опыт актуальных, театральной активности, актуальность, московская, международная, потому что мы все как бы участвуем еще в международных каких-то фестивалях, привезти сюда, в Крым, и здесь в общении с местными артистами, местными художниками его передать, как бы завязать контакты на будущее и строить его дальше. То есть это вот наша цель, это культурный мост от человека к человеку. Янука, скажите, сколько времени он будет длиться, фестиваль? Фестиваль будет проходить три дня. 11, 12, 13 сентября, с пятницы по воскресенье. В пятницу будет открытие фестиваля, то есть церемония открытия в 6 часов на закате, потом концерт московских коллективов и потом два дня, начиная с 10 часов утра по 9 часов вечера. В Трассанесе. Программа насыщенная. Очень насыщенная программа. А что будет входить в эту программу, если поподробнее? Ну, во-первых, у нас, значит, будет по блокам. Первый день, 11 сентября, у нас церемония открытия в 6 часов. Это масштабный перформанс со всеми участниками, там и москвичи, и севастопольцы. Это как бы начало нашей творческой лаборатории. Потом в 7 часов будет концерт, где выступает Лена Кауфман, это московская исполнительница и музыкант. И продолжит концертную программу Шадас. Это севастопольская группа. Очень интересная, интересные ребята, интересная авторская музыка. А потом, 12 сентября, начиная с 10 часов, у нас блок танцевальных, пластическо-танцевального движения. Мастерская. Да, мастерская. Туда входит йога, туда входит свободный танец. Потом у нас с 11 начинается программа мастер-классов для детей, для взрослых. Там, значит, будет у нас, предусматривается надувание больших мыльных пузырей. Потом хороводы народные. Для деток это очень тоже интересно. Потом монотипия. Это интуитивное художество, то есть интуитивное рисование, когда ребенок ставит ладошку, например, или локоть, или щеку, и остается пятно, и он начинает дорисовывать. То есть вот это развитие творческого мышления у ребенка. То есть все в свободной форме. И также будет для взрослых мастер-класс по игровой, ну такой, игровая импровизация. Потом... В детстве будет еще проект Плэйтроника. С 12 часов. Это такой новый московский проект, который уже завел большую популярность. Они успешно гастрорируют и по России, и в Европе. Это их лозунг, предметы должны звучать. То есть из любого предмета, будь то, не знаю, там тыква, или какая-то шестяная банка, стул, стол, можно извлекать звуки, подсоединяя к нему специальные датчики. Так что прикосновение к этому предмету через синтезатор производит какой-то звук. У тебя получается, что все пространство становится синтезатором. То есть не только какая-то маленькая машинка, стоящая на столе, а все вокруг тебя может звучать. Это очень увлекательно. Это такая интерактивная музыкальная инсталляция. Все могут участвовать. И дети, и взрослые. Безумно привлекает детей, но и взрослые тоже доставляют большое удовольствие. И это такое, в общем, очень интересное, интерактивное занятие. Насколько я знаю, будут представлены новые театральные жанры. Какие театральные жанры? Новые театральные жанры. Ну вот, в общем-то, плейтроника – это один из таких видов. И будет представлен новый театральный жанр – сторителлинг. Сторителлинг – это английское слово, переводится дословно как «искусство рассказывать истории». Сторителлинг привез буквально два года или три года назад голландский актер, который успешно гастролирует по всему миру, дает свои мастер-классы. И он в Москве прижился. Сейчас успешно развивается. И им занимаются достаточно профессиональные актеры, классические профессиональные актеры. По-нашему, если на русский, так сказать, быт переводить, то раньше это блинники ходили, песни пели, рассказывали, пересказывали истории. То есть это как бы авторский пересказ какой-то известной истории, например, сказки или былины, или какой-то мифологии. Можно сделать из, допустим, колобка триллер или комедию. То есть это уже зависит от фантазии самого исполнителя. Это демократический жанр, не требуется никаких костюмов, декораций и так далее. То есть вот актер или два актера рассказывают историю. И вот в стори-тейлинг будут представлены два спектакля в жанре стори-тейлинг. Как царевич на лягушке женился, по мотивам сказки Иван Царевич, который женился на лягушке в итоге. Два актера будут рассказывать. Александр Стефанцов и Илья Барабанов. Они оба закончили МХА, то есть они классические актеры, которые вот и будет проведен мастер-класс по стори-тейлингу. Кому это интересно, кто хочет понять, как это работает. И будет второй спектакль на следующий день по мотивам сказки «Колобок». «Колобок. Парень из пекла». Опять же всем известная сказка. Давайте теперь подробнее поговорим о участниках. У нас есть фотографии. Давайте посмотрим и откомментируем. Давайте. Ну, это афиша, как я понимаю. Афиша с программой, подробные там логотипы всех участников и подробное описание программы внизу и города. Это режиссер Дмитрий Мелкин, который будет курировать творческую лабораторию. Он известный режиссер, перформер. Так, это вот ребята... Это ребята с тори-тейлинг, которые будут рассказывать. Илья Барабанов и Александр Стефанцов. Вот это их эмоция. Это Александр Стефанцов, который будет вести мастер-класс по стори-тейлингу и рассказывать сказку про «Колобка. Парень из пекла». Плейтроника. Это вот... Сам процесс. Как это? То, о чем мы говорили. Да, да, да. Саша Пас, который организовал этот проект. Собственно, они подключают эти вот... Это Лена Кауфман, музыкант, которая приедет и будет исполнять свою музыку. Она известна широкой аудиторией по проекту «Фабрика звезд 5». Также сейчас она гонстролирует. Это Донатос Грудович, тоже классический актер, классическая школа, ГИТИС. И он будет рассказывать лекции по современному искусству. Женя Акс и лаборатория... Фриденс Лаб. Фриденс Лаб, контемпорари танец, которые будут тоже участники нашего фестиваля. Это спектакль «Чайлет» Севастопольского театра «Психодель арт», который будет участвовать у нас в фестивале. Это Кирилл Чернев, проект «21 Outside». Это новый музыкальный гений из Екатеринбурга, живущий сейчас между Москвой и Питером. Исполняет свою музыку с помощью электронных инструментов и саксофона. Это «Шадас», севастопольская группа, о которой я говорила. Очень насыщенная программа. Насыщенная очень программа. Это театр... Плейбэк-театр, по-моему. Плейбэк-театр, да. Собственно, тоже новый жанр, когда идет импровизация со зрителями, когда включают зрителей в... Это «Земляничная поляна», севастопольский театр. Да, они тоже представят свой спектакль. Мы сможем. Это севастопольская группа «Терминатор 2». Они будут у нас на закрытии играть. Играют такой фанковый хип-хоп. «Житкий рок», как они называют. Очень интересное название. И это вот опять наша афиша. Ну и, собственно, афиша, да. Местом выбран был Херсонес. Ведь это было не случайно. Почему именно Херсонес? Ну, знаете, Херсонес как бы нас вдохновил тем, что... Это интересная площадка, а сейчас все современное искусство, как бы театр, он переходит из привычного театрального пространства и переходит к людям в необычное пространство, да. И вот... Называемый сайт-специфик. Это тоже новый жанр, когда театр отталкивается от места. От места. Место задает содержание фактически. Да, содержание. И мы выбрали Херсонес, потому что, ну, сами понимаете, древние развалины, берег Черного моря, красота. Великая история. И еще истории, исторические пласты, потому что, как бы, мы хотим показать нашим фестивалям, что вот, например, Херсонес, Херсонес 2,5 тысячи лет. И он имеет богатую исторические пласты, историю. И там было много войн всяких, менялись царства. А что вечно оставалось, это творчество, искусство. То есть мы хотим показать нашим фестивалям, что вот искусство, оно вечно. Это язык, на котором могут говорить разные люди, разные народы и во все времена и века. Несмотря на то, что сейчас происходит там. Херсонес – такое уникальное место, где были греки, были тавры, были скифы, были тюрки, были готы, русские, украинцы. И то, что их связывает по-хорошему, это именно культурный какой-то мост между ними. И поэтому это место, оно вот задало... Знаковое для нас. Задало просто нам тему, собственно, для этого фестиваля. А какие еще цели вы преследуете вот данным фестивалем? Чего вы хотите добиться? Мы хотим, чтобы в Крыму развивалось театральное искусство, новое театральное искусство. То есть театральное искусство, оно сейчас очень синтетическое. Нельзя сказать, что загонять людей только в залы, смотреть на сцену. Это тоже, конечно, но это развитие и очень сейчас развивается уличный театр. А в Крыму сам Бог велел, потому что лето практически гораздо дольше, чем в той же Москве. С Катей просто очень тесно связанной с Крымом. Катя вот из Симферополя. Я много прожил в Севастополе. И мы вот занимаемся театром, какими-то актуальными движениями театральными, гастролируем тоже. И сейчас хотим вот какой-то свой импульс внести сюда. И, ну, если не заложить какую-то основу, но, в общем, показать то, что мы вот будущее там в Москве увидели, что изучили, этот импульс принести сюда. Да, и дать толчок какой-то к развитию театрального движения здесь. Такого вот именно нового, актуального, не классического в стенах театра. А пока что это живое очень... Живое молодежное движение. Живое, синтетическое, где намешана современная музыка, современные художники, инсталляции, технологии какие-то. Вот, то есть что это все... И это можно сделать просто потому, что ты хочешь это сделать. Что не надо там ждать каких-то культурных программ от кого-то или что-то. Ну, и также мы хотим, чтобы фестиваль стал ежегодным культурным событием в Крыму. Только хотел это спросить. Вы хотите, чтобы он был ежегодным? Конечно, конечно. Ежегодный рост, развивался и разрастался. И мост может перекидываться не только в Херсонес, он может перекидываться в разные знаковые места Крыма. А что вы планируете делать в ближайшее время, вот после фестиваля? Заниматься своими проектами дальше. Развивать это дальше. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это действительно очень интересно. Это была программа «В контексте». Я желаю вам всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова